Субтитры сделал DimaTorzok Он очень сильно нравится, я бы с удовольствием себе его заимел, но поскольку машина у меня уже есть и покупал ее без Камо, отдельно покупать себе Камо за голду я не вижу никакого смысла, я лучше куплю еще какую-нибудь машинку для того, чтобы снять на нее обзор, либо себе в коллекцию, либо себе для удовольствия и фана. В целом, ребят, есть два варианта приобретения сейчас Суперконя. Первая, которая меня вообще просто совсем вымораживает и смущает, и уж простите меня за мое честное субъективное мнение, 22500 это гон, реально гон, потому что машина 22500 не стоит, ну просто не стоит по определению. Ей золотая цена, голая, лысая, без ничего, ну пускай двадцатка, а в идеале вообще 18500, ну может там на какую-нибудь черную пятницу, либо на каком-нибудь новогоднем аукционе. То ли дело предложение за 25000 золота. И да, ребят, сразу обозначу, меня Wargaming не кормит, они не поддерживают меня, я не топлю за то, чтобы вы что-то покупали. Я высказываю свое субъективное мнение и пытаюсь его обосновать. Если вы со мной не согласны, пишите об этом в комментариях, желательно без нецензурной лексики, если хотите, чтобы ваш комментарий остался висеть под видосом и был кем-то прочитан. Итак, за 25000 здесь все немножко пободрее. Вы получаете себе Суперконкуайра, которого я оцениваю, как я уже сказал, максимально в двадцатку, и я считаю, что это нормальная максимальная объективная цена для данной машины. Вы получаете себе классный камо, который действительно суперски украшает машину. Вы получаете, само собой, слот в ангаре, открытое все оборудование, на десятом уровне оно денег стоит. Поверьте, на десятку обуться будет стоить вам, ну, где-то приблизительно в 2 ляма. Я там четко на калькуляторе не считал, но все-таки плюс-минус где-то в районе этой цены. Вы получаете себе аватарчик, но из вот этого вот всего, что здесь есть, я думаю, что аватар это самое мало, ценное и малозначимое, что вы можете получить от этого набора. Вы получаете себе X5 в количестве целых 30 сертификатов, и на Суперконкуайре вы действительно сможете максимально их реализовать, получить довольно неплохую прибыль в отношении свободного опыта, в отношении элитного опыта экипажа, который будет использоваться на всех ваших машинах. Короче говоря, очень классно, что они здесь есть. И самый жир, который сюда добавили, это вам добавили 5 мистических контейнеров, которые вы можете сразу взять и открыть. И плюс еще вам положили приказ на 5 мистических контейнеров, для выполнения которого вам понадобится всего лишь каждый день делать 5 побед в течение 10 дней. То есть, в целом, я бы сказал, что просто дают вам 10 контейнеров, просто первые свои 50 боев на Суперконкуайре придется отыграть сразу в течение 10 дней, и с удовольствием фармить себе все, что можно нафармить с X5, да еще и получить мистические контейнеры. Короче говоря, за 25 косарей это действительно предложение годное, предложение классное. Я понимаю, что есть те, кто голду собирают исключительно за просмотры рекламы, допустим, там, выполняя какие-нибудь клановые боевые задачи. Но, ребят, ценник есть ценник. То есть, если вам предлагают, допустим, там, BMW на рынке купить за 20 тысяч долларов с акустикой, там, со всеми понтами и так далее, и другое такое BMW, в принципе, стоит, допустим, там, на пятерку дороже, то, безусловно, имеет смысл данную Бэху рассматривать, если у вас есть эти деньги. Я говорю всего лишь об этом. Я ни в коем случае не говорю, что прям берите все. Берите те, кто может себе позволить и кому нужен Суперконь. Потому что данное предложение просто является выгодным. Теперь, что касается самого Суперконя. Первое, что в нем действительно обалденно и классно, это его орудие. Базовое значение орудия мы посмотрим с вами в сравнительной таблице. Сейчас посмотрим на то, во что его можно превратить, поставив соответствующую амуницию и соответствующее оборудование. Итак, ребят, доведя до ума данное орудие, то есть до максимальных показателей, которые вы можете на него вывести, вы получаете 3,5 секунды время сведения, которое отыгрывается просто обалденно, и ты не чувствуешь себя, ну, каким-нибудь там ущербным, я не знаю. Разброс тоже очень классный. Ты действительно можешь нормально прицелиться, нормально выцелить, попасть, пробить. Здесь вопросов нет. С учетом времени перезарядки в 8,5 секунд и Альфой в 400 на базовом снаряде, вы получаете заявленный ДПМ в 2850, который в целом на данной машине действительно реализуем. Справедливости ради стоит отметить вопрос того, что 8,5 секунд все-таки немножечко, немножечко не хватает для того, чтобы прям с полным комфортом отыгрывать на Суперконе. Если бы здесь было 7,5 секунд, это была бы просто блистающая машина, и сейчас объясню почему, когда мы перейдем в сравнительную таблицу. Ну и что хотелось бы отметить еще здесь по характеристикам, что пробития больше, чем достаточно. Если прям совсем недостаточно, бок вам в помощь и подкалиберный вам ствол, 326 пробития, которые позволят вам действительно бодаться да с кем угодно в целом на 10 уровне. Ну и что касается углов склонения вниз, минус 10, которые отыгрываются просто суперкомфортно, потому что башня сверху плоская, да, есть комбашня, но ее попробуй еще выцелить. И когда ты играешь от башни на неровностях, ствол опуская вниз, у вас есть, ребят, очень хорошая приведенка вот здесь вот по башне на макетике сейчас посмотрим. Есть очень хорошие углы склонения верхнего бронелиста, ну а нижний бронелист у вас будет находиться при этом за холмиком, от которого вы отыгрываете. Короче говоря, отыгрывать от башни на данном аппарате, ну прям сам боженько велел. Теперь что касается брони, посмотрите на макет, если снять вот эти вот экраны, да, дополнительные маски, то бодрая нормальная броня, и то, что я говорил, отыгрывая вот так вот, да, там, ну хорошо, давайте опустим орудие вниз, смотрите, насколько оно гнется. Вот представьте себе, что вы вот так вот стоите, ну кто вас куда пробьет от башни? Вот здесь приведенка уже 400, и согласитесь, это довольно не кисло. Вот здесь 900 только что я поймал, 999 плюс, короче говоря, таких цифр просто здесь в макете нет. И в целом башня бронирована довольно неплохо, а ваша комбашня, она настолько классно прячется за силуэтом самой башни, что в целом ее в прямой проекции найти очень сложно, уж поверьте мне на слово. Ну а когда отыгрываете от неровностей, то уж тем более. Если прячете нижний бронелист, тогда красота, если нижний бронелист не прячете, играете просто в прямой проекции на ровной какой-нибудь поверхности, то здесь нижний бронелист имеет 156 приведенки, и кто-то скажет, что это картон, но нет, ребят, не картон, если вы обратите внимание на прямых конкурентов. Чифтейн МК-6 имеет гораздо больше по размерам нижний бронелист, который разделен пополам, имеет меньшую приведенку и, соответственно, имеет меньшую броню в принципе. Здесь 105, а здесь у нас, ребят, 85, ну уже есть разница. Теперь, что касается второго конкурента на данном уровне, это Т95Е6, у которого тоже картонный 76 мм нижний бронелист, и здесь, в принципе, да, чутка бодрее, но все-таки совсем, ребят, не то. Поэтому Суперкони, в принципе, является плюс-минус нормально бронированной машиной на 10-м левеле, и не слушайте тех ребят, которые рассказывают, что это просто-таки сущая имба картонности. Нифига, ребят, он нормально танкует, если, в принципе, играть аккуратно, и чтобы вам повезло с разъездом, куда вы изначально поедете в самом начале боя. Что касается отыгрывания ромбом, то здесь все тоже очень бодро, как видите, приведенка танцует от 700 и выше, без приведенки 127, 127, что тоже, в принципе, довольно-таки неплохо, и вот это вот основание башни, оно хорошо забронировано, сюда тоже особо-то пробивать не будут. Что касается игры бортом, про корму я вообще даже говорить не буду, то по игре бортом здесь вроде бы бодренько, но, ребят, опять-таки, справедливости ради не спасает, потому что бить будут в основании, ну, простите, в тыльную часть башни, не в основание, ну и, соответственно, будут однозначно накидывать сюда, ну, довольно-таки с легкостью. Что касается того, как бодаться с этой машиной в клинче, очень сложно, найти место, куда пробить, понятное дело, практически нереально, поэтому фугас вам в помощь и пытайтесь его проткнуть вот сюда вот под ствол, под башенку, тогда вы своими осколками пробьете 45 мм брони в верхней части корпуса данной машины спереди. Что касается скормы, то здесь выцеливать ничего не надо, просто забрасывайте вот сюда вот, будет вам счастье, кидайте вот сюда. Ну, короче, ребят, я думаю, суть того, как пользоваться фугасами, всем известна. Теперь сравнение с другими машинами. Безусловными конкурентами на данном уровне среди коллекционных и премиумных машин являются МК-6 и будем называть ее Пиранья. Вот эти две машины, они, безусловно, круче, чем Конкуайр. Мне очень нравится Суперконь, я мечтал о нем, и на тот момент у меня уже был МК-6, но я все равно решился взять его и не пожалел об этом. Но все-таки, ребят, вот эти машины чувствуют себя в боях чутка пободрее, хотя являются частично менее бронированными, особенно Т95Е6. Чем они действительно лучше? Заявленный ДПМ выше, и он действительно реализуемый. Альфа та же самая, как вы видите, и вот этот вот ДПМ он выше, потому что у вас быстрее время перезарядки. Если помните, я говорил по поводу того, что было бы неплохо, чтобы у Суперконя была перезарядка 7,5. Почему так говорю? Потому что по геймплею Суперконь, он очень сильно похож на МК-6 и на Т95 пиранью. Но, ребят, когда ты поиграл на МК-6, поиграл на Т95, и получаешь Суперконя в руку, то ты реально ощущаешь недостаток вот этого вот великолепного 7,5 секундного КД. Но именно поэтому я и говорил, что снизить бы ему КД, и ему бы вообще цены не было. Я могу мириться с его посредственной подвижностью, и мирюсь я с ней абсолютно спокойно. Да, безусловно, двое конкурентов гораздо бодрее и подвижнее, но в целом машина едет. Машина едет нормально, она едет не бодро, но упрямо. И вам главное просто изначально определиться, куда вы едете, и тогда у вас не будет абсолютно никаких проблем в бою. Что касается доходности, то доходность такая же, как у МК, но в то же время меньше, чем у пираний. Ну, меньше не на многом, хотя, я бы сказал, частично ощутимо, в зависимости от того, насколько качественно и насколько часто у вас будут качественные бои на каком-то из этих аппаратов. Что касается процента побед, то все они, в принципе, находятся в пределах разумного, танцуют они с не сильно завышенными какими-то там показателями, и находятся плечом к плечу. 54, 53, 55. То есть, ну, в целом, я бы сказал, что здесь у нас, ребят, все одинаково. Ну что, нам осталось только, ребят, выкатить суперконя из ангара и посмотреть, на что данная машина способна в реальном бою, и действительно ли она чего-то может. Мне суперконь очень сильно нравится, хотя и фейлы на нем тоже бывают. Бывает такое, что ты поехал не туда, куда надо, тебя в борт начали разбирать, у тебя сравнительно долгое КД по сравнению с другими машинами на уровне, ну и, соответственно, тебя разбирают и отправляют в ангар. Обидно? Безусловно. Но является ли это, ну, я бы сказал, сталым значением для коня? Нет, абсолютно не является. Суперконь, он умеет доставлять удовольствие, и он умеет нагибать. Просто не во всех 100% случаев. Но это игра, и по-другому быть не может. И да, ребят, у меня к вам есть огромная просьба, если вы смотрите мое видео не первый раз, я могу понять того, кто видео смотрит впервые, и он не доверяет каналу, не совсем понимает, а стоит ли дарить каналу свою подписку, ну, просто потому что он еще с этим каналом не настолько сильно знаком, чтобы такую честь оказать. Но коль вы смотрите данное видео уже не первый раз, но до сих пор не подписаны, нажмите на вот этот вот желтый шильдик. Вам это не стоит ни одного гроша для канала, если вы не знали. Это реально возможность не только развиваться, но и в целом существовать. От количества подписчиков зависит то, насколько YouTube будет рекламировать видео с этого канала. Если вам нравится мой контент, поддержите, пожалуйста, развитие моего канала своими лайками, ну и обязательно подписками. А еще пишите комментарии по теме видео, потому что ваше мнение очень важно для тех, кто смотрит данное видео и не хочет основывать свой выбор исключительно на моей какой-то высказанной позиции. Спасибо вам за благовременно, за поддержку моего начинания. Итак, по подвижности. Ну, едет, да? То есть сказать, что это прям вообще не передвигающаяся машина, нет. Я еду наравне с 60 ТП и в целом мне больше, чем достаточно, мне хватает. По времени сведения. Да, прям совсем за секунду машина не сводится, но в то же время я свожусь, я вижу, я могу прицелиться. По разбросу тоже в целом довольно-таки нормально. Все, сейчас откатимся немножко назад. Минотаур тоже у нас товарищ, я бы сказал, довольно хорошо бронированный. Ну, вот вам время сведения, вот вам точность. Я не успел добрать ПТшечку, но, как вы видите, прилетело ровно туда, куда я целился. Это еще и с учетом того, что я не сводился на все 100%. Пытаюсь найти себе сейчас место такое, чтобы быть максимально полезным для своей команды. Ну, вот, допустим, перейдя на брони... на голду, простите, на подкалиберный. Но не хватает, да. Чуть-чуть не хватает, не спорю. Было бы, конечно, веселее, если бы я все-таки его пробил. Посмотрим, может, кого-нибудь другого. Нет, все-таки хочу попытаться выцелить вот этого. Может, глупость, конечно, делаю, но все же. Если бы он еще за разой не шевелился, было бы немножко попроще. Но в целом, ребят, согласитесь, сказать, что пушка косая, нет. Вот это сейчас вот совсем не понял. Кто-то скажет в комментариях по поводу того, что ты называешь пушку не косой, с учетом того, что ты промахи даешь. Но, ребят, я даю промахи не на полметра. Я реально сейчас пытаюсь выцелить пиксель. И это действительно сложно. И назовите мне такую машину, которая прям постоянно по пикселям попадает. Особенно с учетом того, какую альфу наносит Супер Конкуайр. Ну и, соответственно, назовите мне машину, которая готова во всех 100% случаев давать вам классное, хорошее попадание по технике. Ну вот, пожалуйста, против ВЗшки тоже вполне спокойно сейчас пробиваю, попадаю. Вот сейчас он чуть-чуть еще поднимется, а могу пробить ему нижний бронелист. И, в принципе, я это делаю, как видите, абсолютно спокойно, без каких-либо сложностей. Так, ну голдой шить-то не совсем честно. Сейчас посмотрим с вами, ребят, куда попали. Вы простите, пожалуйста, что я периодически бухыкаю, немножко приболел, поэтому и голос немножко осипший. И на кашель порой пробивает. Так, вот здесь я, конечно, сплоховал, надо было подождать, пока ВЗшка немножко довернется. Но, в целом, смотрите, мы сейчас 60 ТП, держим 4 товарищей. 4 товарища сейчас стоит, и они реально не могут нормально просунуться вперед. Углы склонения, как вы видите, больше, чем достаточные для того, чтобы из-за холма скинуть орудие и нормально закинуть в нижний бронелист товарищу, который за холмиком стоит. Так, вот сейчас начнутся у меня проблемы, потому что все-таки четверых сдержать, это вам не вдвоем здесь стоять. Так, хотя бы по два на нос. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сплоховал, надо было немножко лучше мне свестись. Но, ребят, согласитесь, машина играется в целом неплохо. Сказать, что нудно, нет. Сказать, что не дает результативности, но машина очень результативная для боев, ребят. Движение урона снижено. Так. Усеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Воспользуюсь случаем, доберу товарища, который реально сейчас сделал глупость. Так, ну, прости, минотавр, все-таки надо тебя отправить в ангар, потому что поднадоел ты, честно говоря. Да и возможность у меня есть, слава богу, как я уже говорил. Если вы переходите на голду, то пробития вам больше, чем достаточно. Ну, видите, пробивают. Пробивают в башню голдой. А что касается пробития в борт, ну, здесь ничего удивительного нет. Как я уже и говорил, по бортам особой брони у машины нет. Если вы хотите посмотреть дополнительные обзоры на данную машину, то обязательно посмотрите в описаниях. Я добавлю ссылочки. За этот бой я получаю знак классности. Мастер. Я делаю 3395, будем говорить, 3400 урона. Два уничтоженных соперника. Что касается результатов фарма, то, как вы видите, с активированным прем-аккаунтом, ну, получается 174 800, будем говорить, 175 тысяч. И я считаю, что это довольно-таки круто, это классно. Да, здесь, конечно, здесь добавок за особое достижение и медали, но все-таки, ребят, эту медаль-то суперконь в данном бою заслужил. Ну, или я заслужил, ну, или я суперконь, который заслужил данную медаль. Короче, будем называть вещи как угодно, но смысл от этого не меняется. И что касается результативности в команде, ребят, то, отыгрывая на данной машине грамотно, от башни, пряча свой нижний бронелис и не подставляя свои борта и корму, вы получаете первое место в команде по урону и чего еще желать. Покупать или не покупать суперконя решать вам. Я никогда не агитирую вас тратить вашу кровную голду на что-либо, потому что меня никто не проплачивает. Варгейминг меня не рекламирует и, соответственно, мне нет необходимости рекламировать товары Варгейминга. И именно в этом честность моих обзоров. И я рекомендую вам все-таки посмотреть еще несколько видео, не для того, чтобы у меня было больше просмотров, а для того, чтобы вы могли принять взвешенное решение, стоит ли суперконь вашего внимания. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Огромное спасибо вам за просмотр моего видео. Мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok